Всем привет, вы на канале CryptoCommons и это свеженький ньюсблок крипто. Министерство юстиции США усилит репрессии против криптобирж DeFi и миксеров. СЕК снизила штраф наложенный на LBRWISE 22 миллионов долларов до 111 тысяч. Tether получила рекордную прибыль в размере полутора миллиардов долларов за первый квартал 2023 года и содержит 2% биткоинов в своих общих резервах. Технический директор Cardano опровергает слухи об одном миллионе транзакций в секунду с новым апгрейдом второго уровня Hydra. И в завершении выпуска аналитика рынка от наших старых корешей Олеси Орастани и Гарета Соловей оставайтесь с нами, чуваки. 15 февраля Financial Times заявила, что Национальная группа по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте NCET, Министерство юстиции США DOJ, усилит репрессии против злоумышленников на рынке криптовалют. Итогом этого позиция Министерства юстиции США становится обещанием принять жесткие меры против плохих участников криптоиндустрии. Директор NCET Министерства юстиции Ин Йенг Чой сообщила, что Министерство юстиции США нацелено на криптобиржи, компании и миксеры, совершающие преступления и влияющие на крипторынок, включая отмывание денег. Она также пообещала принять жесткие меры против злоумышленников на крипторынке, поскольку масштабы криптопреступлений значительно возросли за последние несколько лет. И в дополнение ко всему, они позволяют всем другим преступным деятелям легко получать прибыли от своих преступлений и обналичивать деньги такими способами, которые для нас представляют проблему. Поэтому мы надеемся, что сосредоточившись на этих платформах, мы получим эффект синергии. Министерство юстиции хочет отправить сообщение сдерживающего характера компаниям, занимающимся крипто, которые уклоняются от правил борьбы с отмыванием денег и правил идентификации клиентов, и не могут создать надежные процедуры соответствия, кибербезопасности и снижения рисков. Недавно Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк NYDS усилил репрессии против компаний, занимающихся криптовалютой, которые не соблюдают эти процедуры. Министерство юстиции также будет бороться с кражами и взломами в пространстве DeFi, особенно с блокчейн-мостами. Последние несколько лет количество атак на DeFi растет, а потери инвесторов исчисляются миллиардами долларов США. Но не все так радушно в этой борьбе за мир. Крипто-компании покидают США на фоне усиливающихся регулятивных мер. Подразделение Министерства юстиции по обеспечению соблюдения требований в сфере крипто при администрации Байдена стало одним из государственных органов, занимающих самую жесткую позицию в отношении крипто в мире. Но, как показывает практика, ни сами пользователи, ни компании не хотят такой чрезмерной защиты их интересов. СЕК проявилось нисхождение в отношении компании LBRY. В своем недавно поданном неожиданном запросе СЕК попросила суд Нью-Гэмпшира уменьшить штрафы, наложенные на LBRY, децентрализованную платформу контента, наиболее известной по своей платформе для видеообмена Odyssey. Итак, законные бизнес-расходы все-таки были учтены. Напомним, что в ноябре 2022 года окружной суд Нью-Гэмпшира обязал LBRY выплатить СЕК 22 миллиона долларов, постановив, что токен LBRY является незарегистрированной ценной бумагой из-за прохождения теста Хоуи. СЕК основывало свое требование на прямом применении прецедента уважаемого Верховного Суда, который применялся по всей стране на протяжении более 70 лет. В то же время LBRY выступала против этого решения, заявив, что 22 миллиона долларов являются сильно завышенной цифрой и не учитывают законные коммерческие расходы, понесенные при разработке и размещении ее программного обеспечения. Однако остается неясным, приняло ли СЕК этого внимания, поскольку решение агентства потребовать меньшее наказание предположительно основано на неспособности LBRY заплатить, а не на изменении ее взглядов. Меньших штрафов будет достаточно. Мотивируя свое решение применить меньшее наказание, СЕК заявила, что ее неожиданное решение было принято из-за неспособности LBRY выплатить первоначальную сумму. На данный момент LBRY находится на грани банкротства и заявила, что, вероятно, в будущем прекратит все свои операции. Если суд согласится с запросом СЕК, LBRY останется заплатить штраф в размере 111 614 долларов. Компании также будет запрещено проводить любые будущие, цитата, предложения активов в виде незарегистрированных криптоценных бумаг. С учетом значительно сократившейся суммы штрафа, которую должна выплатить LBRY, становится сложным предугадать, останется ли она на плаву. В любом случае, невозможность привлекать средства с учетом крипто значительно подорвала способность фирмы получать доход таким образом, чтобы это не мешало работе ее пользователей. А это значит, что преимущества, которые делают Odyssey интересной альтернативой YouTube, скоро могут исчезнуть. При том условии, что в первую очередь платформа останется онлайн. Удивительная история по защите интересов пользователей, когда платформы, в которые они инвестировали, вынуждают закрыться, а возможные прорывные идеи в буквальном смысле умышленно топят. Тизер зарабатывает. С начала этого года рыночная капитализация USDT увеличилась почти на 25%. На фоне банковских потрясений в США, тизер USDT стал предпочтительным стейблкоином. Это возрождение стало понятным на фоне последнего отчета, который показал, что эмитент стейблкоина зафиксировал чистую прибыль в размере почти полутора миллиардов долларов в первом квартале 2023-го. Согласно официальному заявлению, избыточные резервы тизер достигли рекордного уровня в 2,44 миллиарда долларов в первом квартале по сравнению с 960 миллионами долларов в конце четвертого квартала 2022-го. В итоге стейблкоин закончил первый квартал с совокупными консолидированными активами в размере 81,8 миллиарда долларов, а его совокупные обязательства составили около 79,4 миллиарда долларов. Резервы тизер включают и дополнительные категории, такие как биткоин, физическое золото, суточный взнос с обратным выкупом и корпоративные облигации. Его активы в биткоинах составили полтора миллиарда долларов, а драгоценные металлы – 3,3 миллиарда долларов. 85% инвестиций имитента стейблкоина хранятся в наличных деньгах, их эквивалентах и других краткосрочных депозитах. Золото и биткоин составляют 4,2% от общих резервов соответственно. Тизер заявил, что удваивает свое внимание к ограничению своей зависимости от чистых банковских депозитов как источника ликвидности. И, цитата, «вместо этого использует рынок рэпу в качестве дополнительной меры для обеспечения более высоких стандартов защиты своих пользователей путем поддержания необходимой ликвидности». Что ж, наше поздравление, тизер. Хоть живой наличный доллар ты и не заменишь, но в сравнении с банковским депозитом ты выглядишь абсолютным чемпионом. Итак, протокол второго уровня Гидро блокчейна Cardano не обеспечивает 1 миллион операций в секунду. Об этом сообщает технический директор Cardano. При этом ожидается, что новейшее решение Cardano для масштабирования уровня 2 Гидро эффективно снизит комиссию и повысит скорость транзакций в сети. Отвечая на твит, в котором утверждалось, что дебют Гидро откроет новый сдвиг в сети Cardano, опытный разработчик указал, что новое решение для масштабирования в настоящее время не может обрабатывать 1 миллион транзакций в секунду, как ранее утверждалось. Глава технического отдела также подчеркнул, что этот нарратив не следует распространять, и предложил ссылаться на официальную статистику, опубликованную Input Output Global, Cardano Foundation или на сайте Гидро. Согласно официальному заявлению, опубликованному командой Гидро, изоморфный дизайн Гидро имеет хорошие возможности для предоставления мощных возможностей и интерфейсов при сохранении проверенной временем безопасности первичного распределенного реестра Cardano ADA. Каждая голова Гидро функционирует как автономная мини-бухгалтерская книга, которая распространяется среди избранного набора участников. Это помогает совершать транзакции быстрее, а также снижает необходимую комиссию. Более того, как указано в технической документации, разработчики могут использовать Голова Гидро для создания сложных протоколов децентрализованных финансов поверх блокчейна Cardano. Хорошей новости, Ада. Мы ждем твоего роста. И завершает наш выпуск макровзгляд на ситуацию в рынке от Гаррета Солуэя, который в своей беседе с Олесио Растани поделится с нами о очень значительных наблюдениях по фондовому рынку, который, как мы знаем, значительно влияет и на крипто. Итак, на краткосрочную перспективу смотрю немного побычи, но в долгосрок, скажем, 6-12 месяцев, я остаюсь абсолютно медвежим. И сейчас, друзья, я вам хочу показать что-то абсолютно выдающееся. Взглянем на S&P 500. Вы, друзья, знаете, что я верю в то, что трейдинг — это трейдинг эмоциями, человеческими эмоциями. И как вы здесь видите, друзья, это то, что называется графиком психологии рынка, в котором указываются различные стадии в рынке. Я хочу с вами обратить внимание вот на движение здесь. Изначальный откат, а затем движение в боковике. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Посмотрите, он практически одинаковый, совершенно. Так что, на мой взгляд, эта стадия рынка соответствует самодовольству, и, конечно, она может продлиться еще несколько месяцев, но в конечном итоге она приводит к движению рынка вниз, которое, вероятно, приведет нас значительно ниже. А теперь, друзья, я хочу отмотать далеко историю назад до 2000-го. Так. И хочу вам, друзья, показать. Доткомы, крак доткомов. Да, доткомы. Посмотрите на эти соответствия в движении цены. Посмотрите на движение доткомов вверх, начальное падение, отскок, потом расколбасная консолидация. И здесь наше движение после ковида, откат, движение в боковике и консолидация. Они очень-очень похожи на этой стадии. И мы знаем, чем в ситуации с доткомов все это закончилось. У нас было вот это падение, когда NASDAQ упал на 78%. Я не думаю, что сейчас NASDAQ упадет на 78%. Но, в целом, это создает более медвежий признак для макроситуации. Да, это достаточно убедительно и не очень оптимистично. Но, как мы хорошо знаем, даже самые топовые аналитики часто ошибаются. Поэтому собирайте максимум информации, слушайте наши новости и делайте выводы сами. На этом у нас все. Мы желаем вам удачи в трейдинге и до встречи в следующем выпуске. Всем профессионалей!